В 2016 году была самая крутая, торжественная церемония вручения дипломов. Она была третья у меня уже, и она была с очень крутой командой. Я уже который год подряд хочу провести новогодние лица Уральского федерального университета, но не хватает ни сил, ни времени. Вот, поэтому я надеюсь, что в 2017 нам хватит и сил, и времени, а еще в 2017 году я хочу получить диплом. Самым ярким событием в спортивной сфере в этом году для нас стала мультигонка проекта «Играть». Новое мероприятие мы провели впервые, где они стреляли друг друга из спинбольных маркеров, катались на велосипедах, разжигали костры и многое-многое другое. Подводя итоги 2016 года, нам не хотелось бы говорить о сумме, которую удалось привлечь в эндаумент фонд и в университет. Спасибо за то, что пьете кофе от эндаумент фонда и лакомитесь мягким мороженым. Спасибо, что пользуетесь студенческой картой СКВ-банка с кэшбэком. Спасибо, что участвуете в наших проектах и мероприятиях. Спасибо нашим выпускникам, которые поддерживают альмаматор в рамках церемонии вручения дипломов. Спасибо студентам, которые участвуют в наших мероприятиях и поддерживают наши проекты. Самым главным событием 2016 года для меня, пожалуй, стало то, что в нашей маленькой семье, заместителе председателя Союза студентов по коммуникации на внутренней работе, появился новый проект. Добавилось профсоюзное студенческое телевидение. Хочется верить, что этот проект оправдывает ожидания и оправдывает доверие, оказанное им проектором по информационной политике, директором медиа-центра и университетским телевидением. Хотелось бы поблагодарить всех этих людей за то, что этот проект жив. 2016 год был очень ярким на события. Особенно мне запомнились из последних – это «Ночь карьеры». Ночь карьеры посетила более 3000 человек, и это один из достойнейших и ярких проектов, которые проходят в Уральском федеральном университете. 2016 год выдался очень богатым на события. Нам впервые удалось организовать электронные заявления для поселения в общежитии, а также провести огромные масштабные ремонтные работы в стубгородке. Но до сих пор остается ряд наиважнейших решенных задач, которые мы обязательно должны решить в 2017 учебном году. И первое из них – это окончание строительства нового студенческого общежития. Самым крутым проектом, я считаю, ежегодную студенческую премию «Студент года». Проект, который длится уже 2,5 месяца, и 27 декабря мы подведем итоги в Ельцин-центре. Это будет крутое, грандиозное событие, которое позволит определить лучших студентов университета. И позволит каждому гордиться своим университетом, гордиться лучшими студентами и стать частью этого крутого проекта. 2016 год – очень богатные мероприятия, такие как «Тэздрайв». Во всех мероприятиях, в которых непосредственно нужно поселение, конечно же, моя команда очень активно принимает свое участие. Мы расселяем, принимаем людей, встречаем, особенно на «Тэздрайв». Первые эмоции мы получаем и принимаем на себя. 2016 год прилетел очень быстро. И с одной стороны это пугает, а с другой стороны говорит о том, что мы работали, реально работали. Самым ярким событием в этом году для меня стало, естественно, это всеобщий студенческий слегка «Семья волна». И, конечно, это прием новых иностранных студентов, начиная с сентября, когда наши лаунтеры «Бадди» помогали их встречать и сопровождать. Несмотря на то, что в связи с студентами недавно, с сентября произошло много ярких событий, мероприятий. Конечно же, все российские студенческие форумы по качеству образования. Я была программным директором и отвечала за наполнение образовательной части форума. Этот год был замечательным тем, что я возглавил студенческую организацию объединенных наций Уральского федерального университета. В этом году мы провели «Спартакеаду» по семи видам спорта, где участвовали представители из более 20 стран. И этим мы еще раз доказали, что именно спорт является той силой, которая способна объединить разных людей разных национальностей. 2016 год был очень продуктивным для студентов в Урфу и информационным направлением в связи с студентами. Только вслушайтесь в эти цифры. В официальной группе PostNews было размещено 7701 новости. Фотографы сделали 8000 фотографий. Это видео будет в 59-м выходящем году. А самое главное, ежемесячно к нам заходит 30 тысяч студентов, сотрудников вуза и выпускников нашей группы PostNews. Итак, друзья, приветствую вас! И буквально пару слов про замечательный 2016 год. Он был такой же ветреный, было очень много ярких событий. Действительно, она скачала излева вправо, но мы сделали все для того, чтобы он был очень амбициозным. И мы достигли своих целей, покорили немало вершин. Но я приведу всего лишь несколько примеров. Мы наконец-то ввели в неучебный рейтинг студентов в университете. И более 10 тысяч студентов уже активно в нем принимают участие. Спустя 5 лет обсуждений мы наконец-то здесь сегодня в зале. И у нас студент года 2016 года. И действительно, лучшие студенты, лучшие партнеры, руководство университета, наши гости почетные, которые сегодня здесь в этом зале собрались. Мы сделали все для того, чтобы попасть в фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить в городе Сочи. Ведь мы вошли в Национальный подготовительный комитет. Также, друзья, очень важно отметить, что мы одна из немногих студенческих организаций, которые входят в Общественный совет Федерального агентства по делам молодежи. И по итогам мониторинга Министерства образования мы лучшая студенческая организация в России. Поэтому, друзья, наслаждайтесь каждым моментом, проживающим, пребывающим в нашем университете. С Новым годом! С новым счастьем каждому из вас! Там же можно будет нарезать? С Новым годом! 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 С наступающим 2017 годом! С Новым годом, друзья! Пусть следующий год еще станет светлее и ярче!